На лыжне только спортсмены. Настроение весеннее, а намерения более чем серьезные. Эти соревнования, можно сказать, итоговые в сезоне. Я вам желаю самое главное – это крепкого наста, хорошей мази. И чтобы ваша лыжня жизни была очень и очень долгой. Милена Кочерга в своем забеге пришла вторая. Говорит, чуть-чуть не хватило сил. Но мама девочки рада любому результату. Дочкой гордится. Пять серебряных и одна золотая медаль за сезон. Биатлон впечатляет по телевизору. Вообще, такой захватывающий вид спорта. Ощущение полета, когда на лыжах. Ну, я так, только любитель. Из-за этого восхищаюсь ребенком, что уже профессионал. Лыжники, биатлонисты и хоккеисты. Для первых двух направлений снежный сезон подошел к концу. Спортсмены подводят итоги. Для многих этот год оказался удачным. Сезон получился плодотворный. Я взял третий разряд юношеский и выполнил сразу второй. Два разряда за сезон. Но это совсем не значит, что со спортом покончено до следующей зимы. Тренировки у лыжников продолжаются круглый год. Мы ждем лето и начинаем соревноваться уже на роликах. В целом, зимний сезон в Нефтеюганске прошел успешно. Причем не только для спортсменов, но и для любителей. Кстати, жители, которые предпочитают занятия на лыжах, в городе не один десяток. Тому доказательство лыжная России. Тогда на старт вышли порядка тысячи человек. Что касается профессионалов, то их в городе более 500. Внимание! Марк! Среди зимних видов спорта соревнования продолжаются только у хоккеистов. Взрослая команда Нефтеюганска, например, борется за лидерство в открытом Кубке Сургута. Пока успешно. Что касается летнего спортивного сезона, то он стартует совсем скоро. Массовые состязания начнутся уже в конце мая. Кристина Кочерова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».